И попрошу всех понять, что занос и распространение – это две разных вещи. Занос действительно не исключен, мы живем в реальном мире, а вот распространение мы не должны допустить. Через месяц поголовной самоизоляции, навеянной мировой пандемией, власти-специалисты пришли к однозначному выводу о том, что стратегически горноуральщина движется верным курсом, но тактически нужны некоторые корректировки. Сейчас каждое лечебное учреждение должно работать как инфекционный стационар. С соблюдением всех требований как инфекционный стационар. Это и комплекс ограничительных мероприятий, дезинфекционных и соблюдение санитарных требований. Неукоснительное, так как оно прописано. К слову, эксперты, которые накануне в масочном режиме встречались с властью, чтобы сообщат искать золотую середину в режиме тотального карантина, полагают, что чересчур долгая домашняя изоляция Свердловчан стоит в себе немало и побочных эффектов. Изоляция в квартире – это угроза психическому здоровью граждан, что это угроза хроническим заболеваниям, когда малоподвижный образ. И самое главное, действительно, разъяснение для граждан безопасной ситуации, ношение очков обязательной, как вот вы сейчас одеты, масочка, извините, я снял перед камерой, и постоянная дезинфекция и мытье рук. Простые правила. Накануне губернатор опубликовал на своей страничке в Инстаграм текст своего обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от планов по перепрофилированию Уральского НИИ охраны материнства и младенчества в инфекционный госпиталь для коронавирусных больных. Уральские врачи и женщины в интересном положении просили региональную власть сохранить профиль ОММ. Губернатор придерживается того же мнения, уточняя, что сейчас в институте под наблюдением медиков 182 женщины со всей России, беременность которых протекает с осложнениями. Цитата от Евгения Куйбышева. Кроме того, в реанимации и других отделениях ОММ находятся 95 младенцев, в том числе новорожденных. Переводить их в другие больницы значит подвергать их жизни неоправданному риску. Конец цитаты. В качестве альтернативы для перепрофилирования под инфекционную больницу глава региона предлагает Уральский НИИ в тезиопульмонологии. Надеюсь, нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своем институт. Будет сохранен, сообщил губернатор в Инстаграм. К слову, и без НИИ ОММ, на который коронавирусно озабоченная федеральная власть ныне глаз положила, Средний Урал. Еще накануне отчитался о том, что практически на 100% он выполнил задание Москвы. Для 100% выполнения поставленной задачи необходимо подключить койкам еще 100 аппаратов ИВЛ. Я прошу, Павел Владимирович, вас держать на контроле эту ситуацию и доложить о поступлении и подключении оборудования. К завтрашнему дню вопрос должен быть решен. В Екатеринбурге 5 больниц, 2, 6, 14, 24 и 40 на сегодня отвечают всем стандартам инфекционных госпиталей для коронавирусных пациентов. Мы отремонтировали целые этажи, где-то меняли окна, где-то делали дополнительные санузлы. Это была огромная работа, которая завтра в ночь будет полностью закончилась. Осталось у нас еще несколько палат в 40-й больнице, и мы, в принципе, эту работу заканчиваем. По остальным больницам Екатеринбурга введены четкие ограничения, связанные с опасностью появления коронавируса. Очень много сегодня делается для того, чтобы внутрибольничных инфекций у нас не было. Эта работа ведется, больницы обеспечены в необходимых объемах необходимыми средствами. При самых неблагоприятных раскладах Горноуральщина готова дать отпор коронавирусной напасти. Случаев регистрируется больше, конечно, и обследуется кратно больше. Хотя этого все равно нам недостаточно, нам нужно еще больше обследовать людей. И чем больше обследованных, тем выше процент выявленных, и, соответственно, риски заболевания в целом для среды общественной снижаются. Но, действительно, сегодня медицинские учреждения работают с гораздо большей нагрузкой, поэтому предприняты достаточно серьезные шаги, связанные с введением в строй дополнительных коечных мощностей, которые теоретически готовы будут принять тяжелых, в первую очередь больных, больных, которые в первую очередь нуждаются в медицинской помощи, потому что у большинства людей течение болезни либо бессимптомное, либо достаточно легкое. Даже тот факт, что в последние дни в области зарегистрирован существенный всплеск неоковид-19, еще несколько муниципалитетов Среднего Урала перестали быть коронавирусно чистыми, вовсе не повод предаваться пессимизму. Скорее наоборот, наши специалисты заглянули в самую пучину коронавирусной напасти и не устрашились увиденного. Мы уже больше трех тысяч исследований ежедневно делаем, когда-то это было две тысячи исследований. Если проанализировать все случаи выявленных заболеваний, то примерно 60% среди них – это именно выявление инфекции у контактных. То есть это активный поиск здоровых людей, их изоляция, соответственно, в лечебные учреждения. Таким образом, мы предупреждаем распространение этой инфекции. Пока, к сожалению, мы еще не достигли вершины и подъем, он будет продолжаться. Мы это в ближайшие дни увидим цифры по заболеваемости, связанные с развитием этой ситуации. Кстати, главный санитарный врач горноуральщины не стал развенчивать в пух и прах панические слухи о том, что якобы каждый бессимптомный пациент, переступивший больничный порог – потенциальный разносчик вируса. Нужно быть реалистами и не сеять панику на пустом месте, полагают специалисты и власть. Учитывая рост числа инфицированных, не исключен такой вариант, когда в каждое лечебное учреждение рано или поздно будет занос. Люди будут обращаться за медицинской помощью. И вот задача сейчас, она поставлена, коллеги из Минздрава этим занимаются, организовать работу каждого учреждения так, чтобы занос не привел к распространению инфекции внутри лечебного учреждения. И учиться в этих условиях, уже работать и оказывать помощь, оказывать помощь всем обратившимся за неотложной помощью в безопасном режиме. Это сейчас самая основная задача. Достаточно большое количество бессимптомных больных, которые могут зайти, в принципе, к вам от дома до поликлиники, так сказать, спектр куда зайти широкий. Вот, это факт. Значит, нам нужно сделать так, чтобы это не привело действительно к распространению. Мы просто должны предпринять меры, которые приведут к тому, что даже если такой человек зайдет, он уже, начиная от входа в медицинское учреждение, окажется в ситуации, которая не позволит инфекции пойти дальше. Вот об этом идет сегодня разговор. Именно эти меры мы будем продумать в первую очередь. Ходили слухи о том, что госпиталь ветеранов всех войн на широкой речке был закрыт на карантин из-за заноса коронавируса. Вице-губернатор Креков подтвердил, единственный занос действительно был. Но его вовремя локализовали, и сегодня госпиталь работает в обычном режиме. Для защиты больниц и врачей, клиник, что называется, не коронавирусного базирования, а потенциально возможного заноса в них инфекции, сегодня предпринимается целый ряд превентивных мер. Масочный обязательный режим, который будет введен везде, термометрия, которая будет введена везде. Необходимо все медицинские учреждения обеспечить. Мы этим очень серьезно сейчас занимаемся защитными средствами, средствами индивидуальной защиты. И каждого больного потенциально, это без обид, это во имя нашей общей безопасности, надо воспринимать как возможный носитель инфекции. Возможно. Мы закупим дополнительную партию, допустим, трезаверина, и будем обеспечивать ей бесплатно для медицинских работников, их всех абсолютно. В преддверии майского тотального масочного режима главный инфекционист Екатенбурга Александр Харитонов объяснил уральцам, когда и где уместно надевать маску и что с ней делать, выходя из магазина или же автобуса. Если вы сегодня выходите в магазин за продуктами, будьте добры, оденьте маску. Но не нужно, наверное, маску носить на улице, потому что вирус, он вот на свежем воздухе, на солнышке, он не очень хорошо живет. И дышите свежим воздухом. Пришли, заходите в магазин, перед входом в магазин, оденьте маску. И когда вы вышли из магазина, не нужно ее складывать к себе в сумочку и потом одевать еще. Ее нужно просто-набросто положить в пакет и выбросить в мусорную бурну или то, что где складывается мусор у этого магазина. И так в любом помещении, так же в общественном транспорте. Рекомендация вполне уместная, если бы не одно «но». В большинстве екатеринбургских аптек одноразовых масок пока днем с огнем не сыскать. В частности, сегодня, согласно данным аптечной онлайн-справки, лишь в одной аптеке Екатеринбурга на Уралмаше можно купить одноразовую маску за 40 р. Правда, если покупать в упаковке по три штуки, получается рубликов на пять дешевле. И сегодня, в принципе, допускается выход и выезд на природу, на свои садовые участки, заниматься какими-то хозяйственными делами, но ограничивать посещение общественных мест, торгово-развлекательных центров, которые не на полную мощность работают. С этой ситуацией мы, наверное, еще будем жить не одну неделю, и все будет зависеть от нас. Что касается грядущих штрафов за нарушение масочного режима, Госдумец Петров полагает, что штрафовать нужно с умом и лишь злостных нарушителей карантина. Нам нужно, чтобы была разумная изоляция. Конечно, есть тот, кто нарушает. И мы обсуждали, вот если сознательно нарушает, понимая, что если сидят, распивают пиво на улице в компаниях, это нужно пресекать очень серьезно. А так полиция наша Уральска поступает правильно, и сейчас решили это продолжить, раздавать маски и разъяснять людям, что это такое.